всем привет сегодня у нас будет давно запрашиваем в ема и видео показать всю мою косметику люкс в первой серии вот в этом мы будем смотреть на палетки теней и во второй части в следующее видео это будет остальная косметика люкс то есть пудры и средства для лица бронзера румяна и и хайлайтеры в этом видео как я уже сказал будут палетки все мои палетки люкс только без свочи если кого-то интересует свочи на какую-то палетку пишите мне под видео я возьму эту палетку в косметичку например и мы там подробно свочи рассмотрим потому что косметики много со свочами это будет целый сериал и мы просто будем смотреть как упаковано как сделано какие оттенки и давайте будем начинать с палеток с палеток маленьких это две палетки от line crime я их покупала уже по распродаже они мне кстати нравится меньше всего из вот всей гвардии моих люксовых теней вообще они не может сказать не не очень понравились но их довольно таки забавная такая упаковочка есть еще желтая палетка в этой серии но сами тени не не все здесь оттенки идеальные кто-то слабо пигментированные например как вот этот оттенок и если брать по хорошей скидки как вот я покупал он где-то по 1000 рублей на палетка плата еще ничего а за полную стоимость конечно нет у лайм краем есть лучше тени лучшего качества вот это тоже оттенок он как замыливается вроде бы но эти тени уже не прям новые мне кажется сейчас уже стали лучше выпускать поэтому мы не будем особо придираться качеству от line crime еще у меня есть палетка большая такая я не помню тоже так хотел сильно вот так она выглядит это venus xl 2 чему-то как увидела она мне покоя не давала по-моему у меня даже на нее есть реплика с алиэкспресс да потом поняла что все это не то решил оригинал купить вот так выглядит оригинальная палетка здесь очень большой большое количество в грамм по моему два грамма или даже больше на до 2 помню на каждый рефил здесь есть палетка вернее оттенки с сиянием с блестками гамма такая моя прям вот зеленый не вырви глаз какие-то зеленые коричневые розоватая в общем очень ходовая палетка классная большая толстая она не для путешествий чисто для домашнего использования потому что правда она огромная и тяжелая такая по лесу так с моим краем все у меня больше ничего от них нет так что теперь давайте мы посмотрим марк джейкобс у меня есть две палетки марк к сожалению вывелся из сифора это прям какая-то моя боль я обожаю его и его бренды и вообще вот прям не знаю он такой какой-то интересный мужчина когда вижу в инстаграме я все время прям смотрю на макияж его как он одевается ну для мужчин от конечно как-то необычно не знаю меня вот он прям привлекает его вкус мне очень нравится как он вот позиционирует представляет свою косметику первая палетка у меня была вот эта эта лимитка пчелка и и мы назвали между собой девочки на ютубе и вот такая красота вот прямо не могу я эти пенальчики вот такие они приятные в руках не знаю может быть как-то можно еще покупать я вот не умею с американской сифоры делать заказы такие оттенки классные тенюхи а так было бы неплохо конечно марка покупать это последняя палетка который представлен у нас была вишневая она сделана ну просто вот ума сойти как красиво посмотрите на это я честно говоря купила первую очередь за вот эту красоту невозможно глаз оторвать палетка вишневых у меня много но я решила все равно купить потому что она внешний вид у нее красивый сами тени я делал обзор сами тени конечно довольно обычность ничего такого вот прям чтобы за 4000 покупать я не заметила до оформление конечно вот ну не придерешься не придерешься вот пусть лежат они нас будут радовать идите к нам поближе красотки давайте теперь от туфейс туфейс две палетки у меня одна для лица и две для глаз вот такая первая появилась боже это моя любовь просто не нереально какая мало того что она сделана красиво как будто какой-то стекло вот этого толстая внутри это это изображение цветочков так еще она пахнет кто-то говорил раздражает как пахнет а я я просто вот с ума схожу от этого аромата мне очень сильно нравится и тени и запах вообще обожаю туфейс не на несмотря на всякие там сплетни какие-то разговоры меня это очень не вот не касается я хочу косметику хорошую и вот чтобы она мне доставляла удовольствие не хочу вникать в эти скандалы и кто там кого обидел не додал передал вот девочки не обижайтесь я про косметику разговариваю а не про личности создатель не про их характер и поведение последняя моя палеточка от них ну сейчас у них вышло уже с мишкой я никак не могу ее найти к нам пока не привезли может и даже не привезут теди там какие-то теди вот так выглядит бороли своя палетка нюдовая тоже суперская такая эта палетка не пахнет к сожалению а вот с мишками девочки варили пахнет я ее конечно хочу не то чтобы у меня не было в такой гамме теней но там такое оформление прям мимишное хочется конечно купить от urban decay у меня только две палетки хотела сказать одна потом смотрю еще одна есть хотелось бы мне еще хани купить но я если я увижу на кульбьюти по скидке хани то куплю у нас за 5000 конечно не хочу вот такая вайлет у меня есть палеточка вот так она выглядит красивый у нее дизайн красивая да палетка здесь есть необыкновенный рефил вот этот зеленовато какой то он так переливается классно такая вот гамма и вторая это лимитка покупал по скидке но здесь такие тени с шикарной сиянием во-первых палетка оформлена смотрите как здорово вот и и такое вот оформление и внутри 8 рефилов которые которые с блёсточками с маленькими просто шик красивая очень палетка люблю ее это к нам с вами места не хватит да на столе надо как-то компактнее раскладываться худо бьюти две палетки больших одна маленькая тени от худо я бы сказала среднего качества там есть и рефильчики которые напоминают революшн тени от пэт намного качественнее чем от худо я бы так сказала но не все конечно вот некоторые оттенки но тем не менее все равно хороший бренд он мне нравится он мне симпатизирует большие палетки я скорее всего буду еще покупать маленькие тоже неплохие но может быть будут какие то скидки на культе и подумаю в меркурии меркурий палетка очень красивая очень красивая холодная тени здесь есть вернее даже не есть а много очень красивых рефилов с блестяшками хорошая палетка и последняя ее палетка ноти из больших я имею потом она выпустила три маленьких девятки в коричневых тонах вот я думаю над ними с другой стороны они как будто повторяют то что уже было поэтому вот нет такого дикого желания купить да они как будто напоминают вот эту палетку те маленькие красивая очень палетка вот эта мне она нравится на моей гамме я когда увидел даже не раздумывала сразу в первых рядах я стала заказывать скульпты и ее мне перепутали прислали крем потом правда вернули в смысле не вернули а дослали палетку ну и крем остался у меня как утешительный приз давайте маленькую отходу сразу покажу палеточку это пастель роуз с желтыми рефилами я брала ее из-за шиммеров потому что ну вот эти матовые это прям никуда не годится для меня я имею ввиду они настолько меловые светлые а шиммеры конечно да классные ими можно припудривать глаз я не люблю такой пастельный макияж мне просто не подходит он шиммеры супер и у меня еще не было в то время вот этих больших палеток поэтому я вот это заказала ну тоже по-моему по скидке брала теперь что теперь у меня есть одна маленькая палетка от Наташи Динона вот такая мини ретро была большая санрайс я продала ее что-то я поняла что не настолько я ее хочу и люблю поэтому она ушла а вот эта останется это мне больше понравилось здесь классные сияшки вообще гамма супер она мне очень нравится я может быть еще что-то куплю в этом в мини варианте от Наташи хорошие матовые хорошие шиммеры даже ничего плохого не могу сказать просто надо брать свою гамму и тогда будет больше как бы симпатии больше симпатии единственная палетка моя от намблы соублумен она довольно уже не свежая но здесь такие матовые которых нет больше ни у кого вот правда вот много в мире хороших теней но таких матовых нет ни у кого я лично не видела вот все что у меня сейчас на столе наверное самое лучшее это здесь я ей вот пользовалась на этой неделе видите вот но ни одной соринки не то что я их сдуваю когда кистью вы трогаете вот эти рефилы вы не увидите ни одной песчинки вот но они совсем не крошатся абсолютно вот они как будто кремовые но нет это сухая привычная нам текстура идеальные матовые я таких не встречала нигде вот просто и вообще эта палетка шикарная на каждый день на любую внешность обожаю ее просто вот обожаю так уже не влезает в кадр все наше удовольствие как-то надо так тесниться что ли Tom Ford тоже у меня одна палетка пока что возможно будут еще долго думала брала по скидке она мне конечно очень поразила я в том и влюбилась правда сразу вот пыльник дизайн какой и палетка называется Golden вот он вот так выглядят тени два с блестками оттенка два сатина это не матовые оттенки такие сатиновые с маленьким шиммером вот такая прекрасная тоже здесь по граммам 10 грамм в палетке по две с половиной на рефил шикарно единственное я не люблю один и тот же макияж долго носить но это прям вот моя любимая палетка одна из любимых поэтому Tom Ford я конечно бы еще бы купила тоже эстетика бренда шикарная марк немножко мне больше нравится что он округлый какой-то покатый но Tom тоже Tom шикарен конечно ничего не могу сказать далее далее у меня будут еще палеточка одна от Chanel только одна это самая первая моя люксовая палетка много раз про нее рассказывала вот так она выглядит запеченные тени я не знаю в каком номере их скорее всего нет в продаже и одна палетка от Charlotte Tilbury больше пока не обзавелась наверное не знаю я может быть не сильно так люблю Charlotte пока не полюбила но вот эти тени очень красивые в нем в каждом это лимитка ее вроде в каждом оттенке есть блестяшки все с блестками все все четыре она называется Days in Diamonds это палеточка очень классная тоже я бы не отказалась да иметь еще но ну вот видимо тяга какая-то не такая сильная или позже я может быть что-то буду думать на эту тему три палетки от Dior появились недавно потому что Dior как-то знаете вот спали что ли их никто не покупал потом произошел вот взрыв вот с этой новой коллекцией и конечно YouTube заговорил и все прям на уши встали весь Instagram все ахнули от нового качества и конечно эти палетки хотелось скупить все вот прям по первому первое впечатление хотелось скупить все действительно я три купила палеточки остановилась они уже потом по скидке пошли что-то покупала чуть ли не за полную цену вот эту лимитку снежную которую невозможно было раздобыть вот эту по-моему да я ее еле в сих пор и купила с трясущими руками готова была чуть ли не за пять тысяч купить ее она называется 549 Golden Snow и вот такие оттенки ой какая же она красивая боже это действительно это косметика для вот эстетического удовольствия какого-то блески настолько маленькие и очень красиво на глазах это выглядит очень так это мы с вами посмотрели 549 далее 539 это будет посмотрим 7 грамм в этой в здесь почему-то 4 пишут в лимитке а в обычных по 7 это вот которая основная коллекция значит эта палеточка у меня гранд баль 539 вот так выглядит тоже здесь 4 с блесками один сатиновый в середине золотые макияжи светлые получаются я на все показывала по-моему обзоры на все палетки вот эти вот которые у меня которые мы с вами смотрим на все и 559 пончо значит да еще не показала они без пыльников идут девочки кто-то интересовался меня просто в коробочках да пончо 559 это первое появилось из трех у меня здесь мало сияния практически сатин один вот тут есть блесточки но они малозаметные макияж без блесток получается вот такой какой-то люксовый но без блестяшки блестяшки многие говорят это как-то вульгарно это дешево и плохо поэтому вот это на тот случай когда блестяшки не нравятся людям не нравятся и диор сделал вот коллекцию такую в смысле не коллекцию а палеточки добавил как мне кто-то написал что для даже для королевского дворца они делают тени диоры а для монарших особ такой макияж не приемлем ни с каким сиянием поэтому вот это совершенно другой вкус другой уровень и поэтому тени такие и теперь у меня будет две палеточки с алиэкспресс люксовая бренда зиси давайте мы на них посмотрим первая у меня появилась вот это вот тоже серия british museum скоробей или как-то я его так называю вроде бы жук такой был в древнем египте их несколько в этой линии палеток такая штучка и это розово такая вот вишневая палетка здесь тоже есть блески рефила с блестяшками хорошее качество действительно люксовое качество кто-то воспринимает если скажешь с алиэкспресс все тип того это отстой я бы не рискнула купить ну во первых посмотрите сколько эти палетки стоят больше двух тысяч ну как люкс стоит и это действительно бренд люксовый поэтому это не какая-то подделка на что-то самостоятельный бренд хороший дорогой косметик у них помада по 2000 тональники по 2000 румяна больше двух тысяч стоит поэтому они считают что это какой-то такой недостойный плохой бренд я уважаю очень много чего еще купила бы может и куплю даже недавно приехала ко мне вот такая палеточка приключения алисы в стране чудес и я даже еще одну заказала правда не в таком красивом дизайне она простенькая по типу как худа сделана стеклянной крышкой тоже алиспом называется вот из этой линии есть три палетки вот так именно оформленных вот в розовой гамме как у меня красная с черным оранжевая и голубые там рефилы и есть точно такая же палетка только лошадки нарисованы типа каруселька какая-то вот так выглядит палеточка это посмотрите какая оформлена рефилы это просто сказка оттенки вот эти шиммеры все с блестками они пытаются копировать тени от катмаграт немножко немножко есть недотягивание скажем так я потрогала вот эти рефилы несколько раз и появился блеск вот такой засаливающий поэтому лучше кистью не надо вот прессовать тени заранее портить их таким образом потому что ну дорого красиво я считаю это эстетическое удовольствие это помимо того что ты удовольствие получаешь во время макияжа и просто вот взяла вот так вот нагнула ее наклонила и уже уже получаешь удовольствие очень они пигментированные недавно вот обзор снимала вот эти бледно-розовые кажется что они постельные нет они делают очень яркий красивый макияж вот это тоже видно прям вот именно так как в рефиль на глазах не будет что-то светлого по типу как вот здесь хорошая пигментированная палетка красиво оформленная просто вот просто удовольствие было еще было искушение купить красную палетку они что-то подняли немножко на нее цену вот эту я брала 2200 а потом она стала 2500 2600 и я пока отставила решила купить приятной мне гамме персиковый такой но упаковка попроще конечно жалко но она и стоит 1200 уже не 200 чем-то и мы с вами переходим к брендам которые на которых прям немножко крыша поехала скажем так это тени от пэтмаграт и тени от анастасии начнем от анастасии это первая бренд люксовый наверное на который я начала скажем так собирать у меня несколько и к палеток пять штук пять купила и все охлаждение наступило сейчас во-первых анастасия делала паузу надолго не выпускала тени сейчас вышла большая палетка с фиолетовыми оттенками но я большие квадратные палетки не люблю мне нравятся ее классические варианты как она делала раньше тени по типу салты и нарвины вот в таких упаковках именно я люблю тени от анастасии не хочу вот эти квадраты они мне напоминают какие-то дешевые палетки с алиэкспресс я поэтому нет не покупаю у меня как-то глаза разбегаются я не в руках неудобно держать как-то нет не хочется и давайте с нарвины начнем это по моему первая моя люксовая палетка вообще какая у меня появилась из люксовых теней на нее я долго смотрела не знаю потом то ли по акции то ли что у меня то ли день рождения у меня было я решилась ее купить вот так она выглядит я помню как я в каком я была в восторге когда потрогала вот эти масляные шиммеры я такого нигде не видела они тянулись на пол руки вот эти золотые оттенки то есть вот чуть-чуть дотронула с пальцем еле-еле прикоснулась и они как-то вот прям поехали и безостановочно сейчас я вам продемонстрирую вот я чуть-чуть смотрите вот сколечко я набрала и вот они вот так тянутся как-то и тянутся и тянутся представляете а если бы я как следует повозила бы пальцем по рефилу то бы это вообще было пол руки можно было зарисовать и блески внутри есть маленькие вы видите да ну то есть качество конечно меня поразило здесь сыпучие матовые и сухие это не то что тени набло и яркие очень яркие пигментированные да вот так вот я скажу классная палетка сколько вот прошло уже не помню то ли два года с момента ее того как она у меня появилась ничего не засохло не усохл класс но она мне прям дорога как память единственный минус видите она пачкается на бархатную и она как-то пачкается со временем потом была хорошая скидка на культе или на бьюти бэй да на бьюти бэй наверное и я купила салтрин 1800 вы представляете за салтрин 1800 вот я отдала у нее тоже качество улета она потом подорожала и что-то уже до такой маленькой цены не опускалась вот так выглядит эта палетка тоже сногсшибательная такие же коричневые также тянутся золотыми как и я вам показывала прекрасное качество просто отпад и вот прям на любую мне кажется внешность обожаю эту палетку прям вот обожаю классные они зачем анастасия стала делать эти здоровые палетки на 25 оттенков не знаю я вот прям как-то не то потом у меня появились не помню кто из них наверное вот джеки айна коллаборация и карли байбл они как-то друг за другом и очень быстро появились и я их также купила один за другим да и потом вот блогером амрези это вроде как подружка дочки анастасии так и палетку назвали да карли байбл тоже есть такой блогер джеки айна тоже три палетки шикарных каждая по-своему хороша вот это вот делала блогер которая темной кожей обладает и палетка яркая такая прям вау сделана соответствующий под соответствующий тип кожи они все очень яркие пигментированные офигенная палетка она она какая-то не нюдовая не дневная скорее наверное вечерняя тут все такое прям насыщенное классное и карли байбл наоборот там девочка беленькая и палеточка такая какая-то посветлее понежнее контраст вот с этой вот палеткой составляет вот джеки они все видите как сделаны по-своему ну то есть это шарм дает шарм определенный а не то что вот эти вот какие-то крупные одинаковые друг на руку похожие палетки видите это какая нежненькая такая и в то же время все ходовые оттенки здесь есть тоже люблю ее классные палеточки я даже немножко расстраивалась когда рассказывали вот что у анастасии какие-то там неполадки с брендом они там что-то каких-то долгах кто-то их повыкупил мне меня очень симпатизирует сама хозяйка бренда анастасия вот мама которая как она начинала свой свой путь в косметике как приехала из румынии я слышала ее интервью частично она приезжала когда в москву потому что ее бренд в сифоре продаваться начал рассказывала она приятная такая женщина мне понравилось в общем и да я не хотела бы чтобы ее бренд разорился какие-то неурядицы терпел и вот такая палетка от амразия здесь уже на два рефила больше потому что здесь добавились два глиттера в то время когда выходила эта палетка было модно глиттеры выпускали многие бренды но мода продлилась недолго надо сказать потому что все-таки это грубовато и хотя они здесь видите мелко-мелко подстрижены такие но все равно но не прижились вот они в отличии от блесток которые сейчас заболонили и скружили всем голову да глиттер конечно нет не прижились здесь здесь шикарный вот этот вот roll of gold с блестяшками оттенок офигенный такая красивая да красивая палетка ну что и мы с вами плавно переходим к последнему помешательству к палетке под маграт это самые дорогие тени такие у меня были не знаю есть ли где-то дороже без скидки ее большие палетки стоят под десять тысяч девять девятьсот девять пятьсот когда как видимо от курса зависит да вообще не хотелось сначала мне казалось это запредельным каким-то космосом такие цены платить за палетку потом когда я была какая-то распродажа палетка стала шесть девятьсот по моему стоит или шесть восемьсот я подумал что если сейчас не куплю то не куплю никогда я решилась и все то есть тех пор появилось пять больших палеток и четыре маленьких девять палеток представьте себе девять палеток от пэт утолила жажду купила все что хотела первая палетка какую я купила это была вот эта вот бронз седакшн пятая маурщип она единственная у меня вот в такой упаковке без пуговиц вот этих вот знаменитых когда я написала на сайте сказали что чтобы в дороге не билось а потом стали обратно пуговицы делать не знаю где логика эти палетки вот такие вот черные тяжелые невозможно килограмма два наверное весит эта палетка в ней зеркало какое-то неподъемное оно видите сделано как с какой-то гранью толстое тяжелое и тени тени да тени свели меня с ума своими маленькими блесками своими переливашками хамелеонами сияшками и все вот этой прелестью как я уже говорила здесь все разные по текстуре тени шиммеры блестяшки матовых просто топеры полупрозрачные дуахромы триохромы они разные все как правило в больших палетках вот здесь вот занимает место хайлайтер обычный шиммерный оттенок который ничем не привлекательным но самое слабое звено я считаю ну когда вот пошел шейц начинаешь трогать разбирать они видите вот зеленого в розовый уходят эти оттенки в золотой класс конечно да и что и вот влюбилась с первой палетки и поняла что готова отдать еще энную сумму денег чтобы уметь иметь их у себя на весу краситься невозможно из-за тяжести просто вот кладу вот так и пользуюсь потом у меня появилась палеточка и кто же потом то появился я уж не помню последователь какие то из маленьких да может быть даже вот это у меня потом появилась да она Мавершип шестая медная самона называется вот с этими как я говорю пуговицами и веревкой вот так вот открывается ящичек и здесь будет вот такая палетка да конечно все с ума сходят по вот этим четырем рефилом ее неповторимые оттенки да качество конечно чтоб прям один в один нету кто-то приближается тот же вот здесь и пытается есть тени с блестками урбан дикей и других брендов но немножко конечно все равно не то все равно не то я когда смотрю вот эти вот рефилы я действительно как будто под гипнозом но это очень красиво это это правда очень красиво так потом появились даже палетки которые вообще изначально не планировала покупать уже как говорится пошла в разнос я это например вот эта палетка третья сабверсив вообще не хотела покупать считала она не моя потом когда она приехала я ее попробовал боже это прямо какая-то песня это настолько крутая палетка вот этот фиолетово-голубой рефил здесь блюзком по-моему даже вот эти два на глазах она мне понравилась очень макияжи тоже масляные шиммеры вот обожаю тоже ее я не знаю даже какая мне из них не могу сказать даже что из этих палеток нравится больше какая они настолько все классные когда делаешь с ними макияжи ты понимаешь что ты какая-то принцесса правда макияж настолько привлекателен он как-то завораживает подойдешь к зеркалу и хочется его рассматривать рассматривать и любоваться и любоваться потом вот эти две палетки тоже долго думала надо мне не надо в итоге все таки потом были скидки какие-то на сайте я решилась вот эту палетку я показывала первая от которой очень многие девочки любят она есть революшин ее аналог причем повторяет один в один кроме рефила кроме какого рефила то я показывала тоже их сравнивала на канале кроме вот этого да рефила они отличаются и синие отличаются а так похоже ну соответственно да осыпучесть у революшин какая-то повышенная здесь другое качество матовых но цветности вот цвет я имею ввиду повторяет практически один в один революшин этой палетки первой даже в принципе можно было бы ее не покупать но она настолько популярна про нее настолько все говорили что я поняла что если я не куплю я так и буду про нее постоянно вспоминать и поэтому я решила купить роза вторая роза вторая хотела еще первую но вот сейчас я передумала наверное не надо уже покупать роза вторая вот единственная в таком варианте не в черном а в розовом оформлении здесь есть триохром вот этот знаменитый ее и вот такие оттеночки я жду может быть она выпустит еще какие-то новые палетки тогда конечно куплю первую розу пока думаю не надо у меня уже много палеток от пэт и там идут повторы как бы думаю что обойдусь такая красота и что нам с вами осталось посмотреть палеточки маленькие ее их 4 да вот видите без свотча почти уже на 40 минут роликом снимала только смотрим последняя самая палетка вот ее последняя коллекция раньше видите палетки вот так были оформлены в таких коробочках приходили а последняя пришла вот может из того что лимитка не знаю у меня есть еще румяна и хайлайтер из этой линии в аристик виксы называется она там с ведьмой связана по моему классная конечно палетка девочки это ну вы видите да это что то с чем то вот эти два оттенка я ее недавно показывала она у меня сейчас в косметичке прибывает поэтому последние косметички на нее свотчи есть на эту палетку давайте пока оставим посмотрим как сделаны вот эти которые в коробочках красиво приходят да по внешнему виду одинаково тут коробочки разные получается эта палетка называется iconic illumination вот так выглядит тоже обожаю эту палетку какая же красота да тени от pet конечно на лучшие самые любимые в моей коллекции они неповторимые действительно они просто шикарные следующая палеточка которую мы с вами посмотрим называется blitz astroquart ritualistic rose вот такая красота все четыре оттенка с блестками так что последние да девочки все к финалу подошли последняя палетка которая называется селещин дивинити люкс квад вот эта палетка видите без пуговиц тоже коробка вот такая и выглядит она у нас тоже как я ее хотела она была раскуплена ждала пока она обратно появится здесь сиреневый в голубой переходит вот в зеркале видите отражается другого оттенка тени тоже обожаю эту палетку она шикарная вот все девочки с тенями мы с вами все закончили осталось нам только на следующем видео посмотреть на пудры и прочие дела девочки чтобы показать вам всю картину сразу мне пришлось встать вот полный стол теней все я вас жду в следующей серии надеюсь вам видео понравилось если это так поставьте лайк пожалуйста пишите что бы хотели видеть я возьму в косметичку и мы с вами это еще раз посмотрим подробно и до скорых встреч пока пока до скорых встреч пока